Вы даже не представляете, как долго я пытался найти дешёвый аудиоинтерфейс. Тот, который с фантомным питанием, чтобы подключать профессиональные XLR-микрофоны. Но всегда находил либо что-то дорогое, либо Behringer. Но сегодня на нашу улицу наконец-то пришёл праздник под названием X-TUGA E22. Это двухканальный аудиоинтерфейс за 50 долларов, который, возможно, станет королём бюджетного сегмента. И заставка, а потом так... И ништяк. В этом видео я покажу вам, что из себя представляет X-TUGA E22. Насколько она конкурентна на фоне других, более дорогих аудиокарт. И в ходе сравнительного тестирования мы выясним, как у неё обстоят дела с чувствительностью, фоновыми шумами и качеством записи. X-TUGA E22. Это двухканальный микрофонно-инструментальный аудиоинтерфейс. Частотой дискретизации 24 бита и 192 кГц. Индикатором клиппинга и прямым мониторингом. Возможностью подключения через интерфейсы Type-B и microUSB. Фантомным питанием, переключением моно- и стерео-режимов. Возможностью воспроизведения и записи системных звуков и двумя выходами на монитор. И в своём ценовом сегменте ближайший конкурент данной аудиокарты это Behringer. Который в отличие от X-TUGA ограничен интерфейсом, функционалом, материалами изготовления. Так как почти полностью он выполнен из пластика. И это не говоря о низкой частоте дискретизации в 16 бит в 48 тысяч герц. И при этом цена на данный девайс выше на 10 долларов. Так что по сути X-TUGA в своём ценовом сегменте модель довольно уникальная, не имеющая аналогов. И я реально не преувеличиваю. Можете зайти на e-каталог и сами в этом убедиться. Чтобы мне не подсовывало лишних карт, справа в фильтрах я выберу наличие фантомного питания и XLR подключения. Ну и не забываем всё это отсортировать от дешёвых карт к дорогим. И что мы видим? ТОП занимает одноканальные модели Behringer. Чуть подороже есть и двухканальные, но тоже в основном всё Behringer. И если у вас нет предвзятого мнения к этому бренду, то просто досмотрите это видео до конца. Цены на хорошие карты уже начинаются от 120 долларов. Это Presonus, Focusrite, Steinberg и другие. Притом опять-таки большинство из них одноканальные. Моя звуковая карта в этом списке тоже есть. Focusrite Scarlett Solo третьего поколения. И если в конце обзора вы её себе захотите, то все ссылки я оставлю в описании. И сейчас в комментарии набегут скептики, которые скажут, что ну не может аудиоинтерфейс за 50 долларов выдавать какой-то нормальный звук. Вот почему в своих обзорах я никогда не голословен. Я всегда делаю тесты и далее я вам всё детально расскажу и разложу по полочкам. Коробка у XTUGA E22 тоже довольно бюджетная. Никакого пафоса, только пупырка, только хардкор. По сути в комплекте только карта да кабель. Длина кабеля 1 метр. USB Type-A, USB Type-B. Серая часть корпуса пластиковая, ну а чёрная металлическая, что видно по испарине от руки. Подключается всё через USB, никакого дополнительного питания не требуется. И не забываем переключить Power Source. Далее я включу 48 вольт фантомного питания, ведь мой микрофон его требует. Поскольку я собираюсь использовать всего один микрофон, то следующий переключатель я переведу в режим Mono, чтобы мониторить его в двух каналах одновременно. Следующий переключатель позволяет воспроизводить в мониторинге звук с компьютера. Ну а последний позволит этот звук записывать. То есть если параллельно с вашим голосом в системе будет играть какая-нибудь музыка, она будет также записана. Поэтому последнюю кнопку нажимать не советую. Ну и два последних выхода это мониторы. Спереди у нас есть два микрофонно-инструментальных входа. Микрофон можно подключать как в первый порт, так и во второй. Индикатор клипов имеется и он довольно хорошо работает, поэтому переборщить с усилением будет сложно. Гнездо для наушников Jack 3.5, но Маймаоно в этом вопросе универсальный. Потенциометр фон срегулирует громкость наушников, в то время как потенциометр мейн отвечает за мониторы, то есть колонки подключаемые сзади, если такие имеются. И если что, передняя панель не зашаркана. Эта транспортировочная пленка просто мне не довелось ее до этого снять. Вот теперь она блестит прям как новенькая. В системе Windows устройство определяется как HD микрофон. Но в оправдании X2 скажу, что и Behringer определяется как USB аудио и никакого бренда и там в названии тоже нет. Но все равно как-то это стыдновато, особенно слово микрофон в устройствах воспроизведения. Хотя потом вспоминаешь, что цена-то у этого устройства всего 50 долларов и прощаешь ему такие мелочи. В устройствах записи ввод имеет аналогичное название. На вкладке дополнительно у нас есть большой выбор частот дискретизации. Я обычно выбираю 24 бита 48 тысяч герц. ASIO драйвер работает, все устройства определяются. Так что за совместимость драйверов переживать не стоит. В следующем тесте я сравню три моих звуковых карты. Хотя на самом деле у меня их сейчас есть четыре, но моя старушка TC Electronic Impact Twin в этом тесте участвовать не будет, потому что ее интерфейс уже несколько лет как устарел. И первое, что я проверю, это уровень собственного шума всех трех аудиокарт на максимальном гейне с отключенным микрофоном, чтобы в запись попадал только шум от аудиоинтерфейсов. Вы обратили внимание на то, как Behringer записал удары по корпусу? Это безумие, а я люблю безумие. И пошел куда дальше и записал на него голос без микрофона. Ссылку на видео я оставлю в подсказке. И это просто жесть. Нормальная звуковуха так делать не должна. И это не брак. Мои подписчики тоже проверили эту фичу, хотя на самом деле это баг. И их Behringer тоже пишут голос без микрофона. Но давайте обсудим шумы. X2 из всех трех карт оказалась самой шумной. И это не проблема, если использовать данную звуковую карту с конденсаторным микрофоном. Но вот динамические микрофоны более тихие, и соответственно при высоком гейне шумы будут более заметны. Но, как правило, все, кто использует динамические микрофоны, также используют и какой-нибудь Cloudlifter или его аналог, который позволяет за счет фантомного питания усиливать громкость динамического микрофона. Поэтому большой проблемы в этом я не вижу. Особенно если учитывать цену устройства. Но некоторые оптимисты подумали, быть может преампы более шумные, потому что устройство более громкое. И проверять я это буду шепотом на максимальной громкости. Потому что у меня в хозяйстве нет динамического микрофона, потому что динамические микрофоны я не люблю. Микрофон от меня будет расположен на расстоянии вытянутой руки. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Лично я считаю этот тест самым важным из всех. Ведь он наглядно показывает чувствительность предусилителей, уровень шума и искажений. Но большая часть шума на фоне была произведена системным блоком моего компьютера. И самой шумной и наименее чувствительной из всех трех звуковых карт опять оказалась X2-га. Но не спешите делать выводы, так как это с вами мы можем услышать только потому, что я рассматриваю все под микроскопом. Но давайте проверим все три звуковые карты в обычных условиях. Я даже не буду подключать их через ASIO драйвер и как и в двух предыдущих тестах запишу все без обработки. Не считая компрессор LoadMax, но если вам нужны сэмплы без компрессии и вообще какого-либо вмешательства, скачать их всегда можно в описании под видео. Тест я буду проводить в режиме слепого прослушивания. А вы, как зрители, должны выбрать себе фаворита до того, как я раскрою карты. Раскрою карты. Эта фраза приобрела новый смысл. Итак, сейчас я произвожу звукозапись с расстояния 13 сантиметров, примерно как это обычно я делаю, для закадровой озвучки. То есть с микрофоном в кадре я обычно, как вы знаете, не сижу. Только в тестах. И в данном тесте я сейчас протестирую три звуковых карты. Во время разговора буду их подменять, а вы уже будете выбирать, какая звуковая карта вам лично больше по звуку понравилась, вслепую. Карты назовем так. Розовый, зеленый и синий. Просто слушайте мой голос и выбирайте себе фаворита. А в конце я расскажу, какая звуковая карта какой является. И сразу скажу, что качество звука всех трех звуковых карт практически идентичное. Но лично мне звук Берринджера нравится меньше всего. Также у меня был слепой опрос в телеграм-канале, где большинство людей проголосовали за звуковую карту под названием Саундкарт 4. Второе место заняло Саундкарт 3. И третье Саундкарт 2, но уже не с таким большим отрывом, как Саундкарт 4. Так вот, Саундкарт 4 это Икс Туга. Саундкарт 2 это Скарлетт. И Саундкарт 3 это Берринджер. То есть из всех трех звуковых карт по качеству звука люди отдали предпочтение Икс Туге в слепом голосовании. И Скарлетт, на мое удивление, занял не первое, не второе, а третье место. Разумеется, тест не был объективный, ведь я не записал сэмплы параллельно, просто потому, что у меня не было трех одинаковых микрофонов. Но даже такой тест уже показывает, что Икс Туга звучит достойно и ничем не уступает более дорогим конкурентам. По крайней мере, в вопросе качества звука. Ну и этот тест тоже подходит к концу и готовьтесь, потому что сейчас я обнародую, какая звуковая карта каким цветом была. Розовый это Behringer, Behringer Euphoria UM2. Сейчас вы можете слышать мой голос, записанный как раз таки через него. Зеленая это Focusrite Scarlett 2i2. И сейчас вы можете слышать мой голос, записанный как раз таки через Focusrite. И голубая звуковая карта это Икс Туга. Теперь честно напишите в комментариях, какой звуковой карте вы отдали предпочтение до того, как я их назвал. Фоновый шум Behringer я заметил только когда сел монтировать это видео. И в предыдущих тестах такого шума не было. А все потому, что Behringer не любит высокий показатель громкости в системе Windows. И как оказалось, выше 85% ее поднимать не стоит. По крайней мере, если вы не используете ASIO Driver, как и большинство пользователей, которые вообще не знают, что это такое. А вот разницу по громкости лучше компенсировать на самом потенциометре звуковой карты. В это же время громкость Икс Туга и Scarlett в системе Windows тоже были установлены на отметке в 100% и никаких лишних шумов, кроме собственных, у них при этом не появилось. В итоге Behringer оставил у меня смешанные чувства. Он вроде как и не шумный, если писать звук через ASIO Driver. Но без него он ведет себя как последняя китайщина, генерируя шум просто из ниоткуда. Он практически полностью из пластика и в некоторых ситуациях даже может ловить наводки. У него низкая частота дискретизации и на большой громкости он даже способен кирпичить звук. И это не говоря о том, что в него можно писать звук вообще без микрофона. И подводя итог, я бы не советовал к покупке эту карту никому. Что касается Focusrite Scarlett Solo, то эта звуковая карта мне очень нравится. Недаром я на нее перешел с моей TC Electronic Impact Twin, который в свое время стоил намного дороже. Относительная дешевизна Focusrite Scarlett Solo обусловлена тем, что она очень упрощена. Но для домашнего использования ее функционала мне более чем достаточно. Хотя ценник в 150 долларов все-таки это немало. Особенно, когда на рынке есть X-TUGA, которая стоит 50. Которая, в отличие от конкурентов, двухканальная. Да, она не идеальная. В отличие от Behringer и Scarlett'a, у нее более высокий уровень собственного шума. Но альтернативу в этом ценовом сегменте в виде Behringer вы уже видели. Поэтому, если вы не готовы отдать, скажем, 150 долларов за звуковую карту, то X-TUGA это, пожалуй, единственный достойный вариант на рынке. И эта карта позволит вам окунуться в мир профессиональных конденсаторных микрофонов с настоящими большими капсулями. В один из которых я, кстати, делал всю закадровую озвучку этого видео. Мои подписчики знают, что это за микрофон, но остальным я пока интригу раскрывать не буду. Скажу лишь, что это очень дешевый, но очень крутой микрофон, о котором на моем канале скоро выйдет полноценный обзор. Так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить, если не подписан. А если подписан, не забудь поставить лайк и оставить комментарий Джон Панч. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся!